Она, 27-летняя Шанель Лещинский, откровенные фотографии в Инстаграме, традиционный набор, бикини, пляж, яхта. Он, 21-летний Алекс Гличенюк, рост 184, вес 95, хоккеист из Монреаль, Канадиенс. Оба в одной из квартир местного апарт-отеля бурно переживают поражение от Питтсбурга в последнем матче НХЛ. В 8 утра соседи вызывают полицию. Домашнее насилие почти официально в США и Канаде приравнено к преступлению против государства. По этой причине попрощался с клубом Лос-Анджелес Кингс Вячеслав Войнов. И еще с десятых звезд первой хоккейной величины вынуждены были объясняться в зале суда. Дело Лещинский-Гличенюк в этом списке могло бы появиться через запятую, если бы не одно «но». Обвинения предъявлены владинке Шанель Лещинский, любительница рукопашной. Арестована с формулировкой «домашнее насилие» инициатор драки. Это личное дело Алекса и его девушки. Мы сейчас не хотим это обсуждать. У нас сейчас довольно напряженное время, и мы сфокусированы на игре. В местной прессе эту историю так и подают. Лещинский побил и Гольченюка. За что может сесть в тюрьму? Сам Алекс решил не подавать жалобу на свою девушку в полицию. Но, как мы помним по истории Вячеслава Войнова, суд приговорил его к 90 дням тюремного заключения и трем годам условно за домашнее насилие. Местным правоохранительным органам до заявлений сторон особо дела нет. Достаточно констатации факта. Бьет, значит, не любит. Ну почему же хоккеисты таких девушек-то себе находят? Хоккеисты ли? Или девушки? Тут вопрос ребром стоит. Лещинский под домашним арестом. Алекса Гольченюка вызывают на ковер генеральному менеджеру команды Марку Бержевену. Чем закончилась беседа о моральном облике хоккеиста Мадриаля и с кем ему впредь посоветовали дружить, агентство не сообщает. Кирилл Кикнадзе, Эльмира Эфендиева, телекомпания НТВ.